Что такое папилломы? Какие народные рецепты помогают с ними справиться? Когда надо срочно идти к врачу? Смотрите видео до конца, чтобы узнать, как можно уничтожить папилломы. Перед началом видео хотим всех поприветствовать и пригласить подписаться на канал, это просто, нажмите на красную кнопочку. Присмотритесь к своей коже, наверняка заметите на некоторых местах выпуклые образования, это папилломы. От них можно попробовать избавиться домашними средствами. Что такое папилломы? Папилломами называются доброкачественные образования, которые располагаются на коже и слизистых. Из слизистых оболочек поражаются в основном та, что находится и выстилает половые органы, область ануса. На коже чаще всего такие уплотнения развиваются на шее, в паховой и подмышечной областях, то есть в тех местах, где возможно повышенная потливость, приводящая к нарушению местного иммунитета, в результате чего активизируются вирусы папилломы человека и происходит образование мелких узелков. Сами по себе эти припухлости не опасны, но при повторном травмировании возможно перерождение клеток, приводящее к злокачественному образованию. Как выглядят папилломы? Папилломы могут быть разного размера и цвета, различной конфигурации. Плоские папилломы, которые имеют вид округлых выпуклостей, чаще всего, цвета кожи или более розовые. Нити видные, которые имеют широкое распространение среди пожилых людей, имеют тенденцию к увеличению размеров. Кандиломы также являются разновидностью папиллом, они имеют вид внешне напоминающий цветную капусту. Бородавки, плотные болезненные округлые наросты, часто располагающиеся группами. Для того, чтобы избавиться от этих украшений на коже, применяются различные методы. Это воздействие при помощи лазера, криовоздействие, радиоволны, плазменная коагуляция. Также возможно использование различных препаратов, обладающих способностью вызывать их деструкцию, например, трихлоруксусная кислота. Есть и народные средства, вступающие в борьбу с папилломами. Какие народные рецепты помогут с ними справиться? Давайте рассмотрим несколько способов избавления от папиллом. Использование порошка, полученного из семян расторопши. Это средство очищает печень, что помогает коже восстановить местный иммунитет кожи и активно противодействовать вирусу, ВПЧ. Расторопша применяется как вспомогательное средство, но играет довольно большую роль в повышении интенсивности метаболизма. Измельченную расторопшу надо принимать по чайной ложке три раза в день между едой. Данное вещество стимулирует защитные силы, повышает активность иммунитета и создает возможность инактивировать ВПЧ. Чистотел используется уже местно, но применять сок чистотела надо с осторожностью, потому что он может вызывать ожог здоровой кожи. На саму папиллому надо несколько раз в день наносить по 2-3 капли сока, образование постепенно исчезнет. Настойка из одуванчиков помогает уничтожить папиллому. Приготовить ее надо следующим образом. Собрать цветки одуванчика в баночку, заполнив примерно ее на две трети, потом залить, закрыв соцветия любым одеколоном. Настоять в течение 30 дней. Полученной настойкой надо смазывать образование на коже 3-4 раза в день. Хорошим деструктивным эффектом на папилломы обладают соки алоэ, одуванчика, ягод красной рябины. Использовать можно только сорванные растения, наносить на проблемные места каплями сок. Постепенно опухолевидные структуры будут уменьшаться в размерах и подсыхать. Массе из измельченного чеснока и вазелина помогает убрать нежелательные наросты на коже. Надо смешать в одинаковых пропорциях измельченный чеснок и вазелин, наносить на пораженные участки. Еще одно довольно эффективное средство получается, если смешать одинаковое количество масла чайного дерева и лимонного сока. Наносить точечно на папилломы, несколько раз в день. Все народные средства надо использовать длительно, применять несколько раз в день, не забывать и не лениться. Курс лечения не должен быть менее 21-28 дней. Однако применять народные методы можно не во всех случаях. При наличии некоторых симптомов стоит сразу обратиться к врачу. Когда надо срочно идти к врачу? Папилломы, как правило, довольно безобидное образование. Они могут только портить внешний вид и вызывать неудобства, если находятся в естественных складках и местах трения одежды. Но и с ними может происходить следующее. Быстрый прогрессирующий рост, распространение, появление уплотнения. Наличие болезненности, предотрагивания или даже в покое, боли ноющего или дергающего характера. Образование открытой раны, язвы в месте недавнего мягкого уплотнения, появление отделяемого. Все указанные симптомы могут быть проявлением воспаления, вторичного заражения, либо признаком перерождения. В данном случае надо как можно быстрее посетить врача, сделать дермоскопию и по возможности провести биопсию. Для того, чтобы нейтрализовать ВПЧ, используются различные иммуномодуляторы, в том числе и натуральные, к которым относится большинство овощей и фруктов. Считается, что ВПЧ присутствует практически у 90% людей, но у большинства постепенно покидает организм, не вызывая никаких изменений. Здоровый образ жизни, правильное питание всегда способствуют этому.